Как заработать на нонфарме поговорим в этом выпуске. Кстати говоря, на этой неделе нонфарм 1 сентября. Поэтому поздравляю всех, кто идет обучаться или ведет своих детей в школу с 1 сентября. Обучение это всегда классно. И, кстати говоря, не забывайте, что если вы только начинаете изучать финансовый рынок, то у меня есть базовый курс для начинающих с нуля, на котором я отвечаю на большинство типичных ошибок начинающих, помогая вам меньше терять и больше зарабатывать. Итак, давайте посмотрим, на каких валютных парах можно заработать на нонфарме на этой неделе. Я покажу свои разворотные точки прямо на графике. Итак, поехали. Традиционно новость нонфарм влияет на американский доллар. Курс доллара меняется. И поэтому все валюты, которые связаны с долларом, имеют направленное сильное движение, на котором можно заработать. Например, таких как евро-доллар, фунт-доллар, доллар-японская иена и другие. Но еще у меня есть отдельная торговая стратегия, на которой я тоже зарабатываю на нонфарме. Но на валютах, на которых нет доллара. Чуть позже я о ней расскажу. Ну а сейчас давайте сделаем обзор евро-доллара, технического анализа. Что нас ждет, куда может цена пойти, от чего оттолкнуться в момент выхода сильной новости. Мы видим, что в принципе сейчас нисходящий тренд по евро-доллару. И, кстати говоря, на прошлой неделе я давал свой сигнал от линии поддержки. Он хорошо себя отработал. Если вы не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно подписывайтесь по ссылке и QR-коду на экране. Вот здесь произошел отскок. Первый отскок составил более 150 пунктов, а второй почти 700 пунктов. Что означает, что вы могли заработать 700 долларов, если бы торговали стандартным лотом. Но все торгуют, естественно, своим объемом. Что такое лот и как им пользоваться? У меня есть отдельное видео на канале. Обязательно посмотрите. Ссылка на мой канал в описании к этому ролику. Давайте посмотрим, какие есть сигналы на эту неделю по техническому анализу. Мы видим, что есть линия сопротивления. Если цена до нее дойдет, то можно ожидать коррекции вниз. Здесь вот я обозначил бирюзовым прямоугольником разворотную точку. И здесь можно будет продать и заработать на снижении. Есть еще один вариант развития событий, если цена пробьет линию поддержки и пойдет дальше вниз. Если она уйдет дальше вниз и потом будет возвращаться обратно, то теперь линия будет уже зеркальная линия сопротивления. И от нее можно будет продать и заработать на снижении. Это в районе цены 1.07.80. И кстати говоря, как раз таки эта линия может и выступить таким барьером для отскока. Если в момент выхода новости цена будет внизу вот здесь находиться. То есть будет новость по нонфарму плохая для доллара. Сейчас поговорим плохая она будет или хорошая. Посмотрим новости. Я предполагаю, что она может быть плохая. И если так и будет, то значит курс евро-доллара будет расти. Если оно снизу начнет расти вверх, то как раз таки встретив на своем пути сопротивление, отобьется от этой линии сопротивления и пойдет вниз. И на этом можно будет заработать. Продать около линии и заработать на снижении. Давайте теперь посмотрим календарь экономических новостей. Мы видим, что в пятницу 1 сентября в 15.30 будет новость. Изменение числа занятых в не сельскохозяйственном секторе США. Это как раз таки и есть нонфарм. И предыдущее значение 187. Прогноза пока что нет. Но мы можем посмотреть тенденцию, статистику предыдущую. Мы видим, что в основном тенденция к снижению. То есть, скорее всего, будет снижение занятости. А снижение занятости это плохая негативная новость для доллара, а значит позитивная для евро-доллара. В любом случае подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить эту новость. Я там предупреждаю о выходе этой новости. И там мы узнаем, какое было фактическое значение. Если фактическое значение будет хуже ожидаемого, хуже прогноза, то тогда это приведет к росту евро-доллара. Давайте теперь посмотрим пару доллар и японская иена. Она находится в восходящем тренде глобально. И сейчас пробила линию сопротивления. Вот мы видим, она пробилась. При возврате уже отработала несколько раз зеркальная линия поддержки. Но я думаю, это еще не последний ее потенциал. Я думаю, цена еще раз входит вверх и может опять дойти до этой зеркальной линии поддержки. И от нее цена может отбиться и можно будет заработать на росте. Вот здесь в районе цены 146-148 можно будет купить и заработать на движении вверх. Если же цена глобально пойдет все-таки ниже, то здесь я нарисовал сетку Fibonacci. Это уровень 23.6. Это как раз таки, если будет негативная новость по нонфарму, то доллар и японская иена пойдет вниз. И вот если она глобально пойдет вниз, то первая поддержка, которая есть средств на пути, это Fibonacci 23.6. И от нее можно будет как раз таки купить и заработать на росте. Это в районе цены 144-307. Отсюда вот будет разворотная точка. Теперь я хочу поговорить о стратегии, которая скальпинговая и она как раз таки основана на волатильном движении доллара. И вот если посмотреть пару евро-фунт, то изначально эта пара состоит из двух валютных пар евро-доллар и фунт-доллар. Но в самой паре евро-фунт как такового доллара получается нет. Он есть, но его значение здесь именно в сильной волатильности. Вот выходит новость и происходит сильная волатильность. Это значит, что направленного движения как раз таки нет. И это очень хорошо для начинающих. Если вы только начинаете изучать рынок, попробуйте поторговать на нонфарме не на парах, где есть доллар, а наоборот там, где его нет. Куда бы вы не открыли сделку, цена скорее всего обратно вернется. Вот смотрите, в пятницу в прошлое была новость по доллару. Джером Пауэл выступал, чтобы он там не сказал, что произошло. Цена сначала дернулась вверх, потом пошла вниз, потом опять вернулась обратно. Затем опять ушла вверх и опять вернулась обратно. Вот смотрите, фиолетовая линия это примерно среднее значение, куда возвращалась цена. То есть цена постоянно возвращается вверх-вниз. И кстати говоря, на таких вот моментах я рекомендую торговать моим торговым роботом. Кстати, со стандартными настройками. Там короткие расстояния между средняющих ордеров. И это очень удобно. Цена ходит вверх-вниз, вверх-вниз. Далеко не уходит, просто всегда возвращается обратно. А если цена возвращается обратно, это гарантированно приводит к прибыли. Поэтому на таких новостях как раз таки могу посоветовать вам торговать моим торговым роботом. Кстати, если хотите попробовать мой торговый робот в деле, то переходите по ссылке в описании на мой канал. И там под любым видео у меня есть телеграм, пишите мне в телеграм, я расскажу как его получить бесплатно. Теперь давайте посмотрим золото. Кстати, на прошлой неделе я делал хороший выпуск по золоту, обязательно посмотрите, если не выделили, он набрал много просмотров. Тема вечная, золотая, поэтому всегда полезно посмотреть. Значит, на таймфрейме H1 мы видим две линии поддержки и сопротивления. Если цена пойдет вверх, то здесь будет линия сопротивления, здесь будет разворотная точка. Можно будет продать и заработать вниз от линии сопротивления. Это в районе цены 1920. Если же цена пойдет вниз, то здесь ее ждет линия поддержки. От нее можно будет купить и заработать на росте в районе цены 1907 пока что. Но также обратите внимание, что если будет новость сильная по доллару на нонфарме и цена в этот момент уже будет около линии поддержки или около сопротивления, то сильное движение по доллару может пробить любые линии поддержки сопротивления. Вот такие рекомендации по торговле нон-фармом. Полный выпуск смотрите по ссылке в описании на моем канале. Я там разобрал еще несколько валютных пар. Но вам желаю успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.